Начинать спартакиаду с плавания, а заканчивать шахматами – это уже многолетняя традиция Динамо. Сегодня к дорожкам бассейна выстроилось 24 команды. Штатную форму на плавке сменили наркополицейские, омоновцы, сотрудники ФСБ, инспекторы ДПС. Возможностью продемонстрировать свою физическую подготовку, которая является неотъемлемой частью работы полицейских, воспользовались все подразделения МВД. Цель и задачи, которые стоят непосредственно перед нашей организацией – это поднятие боевого духа и спортивной составляющей нашего гарнизона. То есть это дополнительный стимул ребятам тренироваться. Многие руководители наших силовых ведомств поощряют своих сотрудников, достигших каких-то результатов и занявших призовые места. Соревновательный процесс, отмечают сами участники, хорошая возможность поддерживать себя в нужной спортивной форме. Здесь же появляется желание равняться на более подготовленных коллег. Есть такая поговорка «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Если сказать, что мы здесь боремся просто ради участия, я слукавлю. Ну вообще так, конечно, приятно поучаствовать с сотрудниками ОМОНа, которые физически, скажем так, крепче нас, показать, на что мы способны. Задор такой получить юношеский, соревновательный, чтобы потом друг друга так подтрунивать, ну это так, по-доброму. Соревнования проводились в двух группах. В первой отличился коллектив ФСО «Служба охраны на Кавказе», заняв первое место. Вторую ступень пьедестала заняло пограничное управление «Бронза» у ФСБ России по Краснодарскому краю. Во второй группе первые два места поделили коллективы «Санатория Правда» из сочинской таможни. Второй из девяти видов спартакиады в зачет «Динамо» – стрельба из боевого оружия. Завершится же 58-я спартакиада в декабре. Правоохранители сядут за шахматные доски. У силовиков принято определять не только самых быстрых и метких, но и самых сообразительных. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.